всем привет сегодня с вами Виллисов Иван долго думал снимать это видео или нет и что-то пока думал уже половину тела наверное сделал я уже довольно таки давно на своем канале обещал кое что сделать ну как бы обещал я собирался и дал обещание что сниму видео по этому поводу и вот как вы думаете что это такое но если перемотать на несколько секунд назад то можно увидеть еще некоторые детали и наверное догадаться что это такое будет но вообще вот так на что похоже напишите в комментариях ну а если уже написали то я говорю что это будет ну пока еще не совсем говорю я не знаю наверное все таки не все знают что вот это вот такое ведь так достаточно увесистая такая штука и самая главная часть после которой наверное уже все догадаются это вот этот вот ресивер это ресивер от тормозной системы автомобиля zil и если все это совместить вместе то получится вот такая вот вещь которая уже достаточно сильно похожа на то что должно получиться в конечном итоге а именно воздушный компрессор. Порой его очень сильно не хватает, когда нужно что-нибудь покрасить, приходится ехать в другое место, где компрессор есть. Бывает неохота вручную качать колеса, ну и в том числе продувать карбюраторы с помощью ручного насоса для накачки шин тоже уже, если честно, задолбало. И вот я решил сделать все-таки компрессор. Я давным-давно говорил, что собираюсь его делать и вот наконец-то дошли руки. В общем, этот компрессор будет состоять из компрессора от холодильника, из ресивера тормозной системы автомобиля ZIL, ну и собственно рама сваренная самостоятельно из уголка, из профиля, из арматуры, ну и в общем из всего, что нашлось под рукой колесики от какой-то вроде бы детской коляски старой и древней. В принципе, можно сейчас это даже все это дело включить. Вы, наверное, думаете, что сейчас только я включу, появится такой сразу как как от компрессора, прям настоящего такого. А произойдет всего лишь вот что. Возможно, даже там ничего не слышно сейчас на камеру было, но этот кирогаз завелся и, собственно, вот отсюда дует. Дует отсюда немножко с маслом, поэтому придется тут ставить какой-то, наверное, маслоуловитель в компрессор. Вот сюда заливается масло через эту трубку. Вот здесь всасывается воздух, здесь выдувается. Где-то я слышал, не знаю, правда или нет, что компрессором от холодильника можно накачать до 16 атмосфер. Но в этот ресивер я, конечно, столько накачивать даже пытаться не буду, потому что что-то как-то неохота испытывать судьбу. Вообще, я здесь сделал, сюда ввернул предохранительный клапан, который стравит воздух по достижении некоего давления. Я не знаю, насколько отрегулирован этот клапан, на какое давление, но его тут, в принципе, можно отрегулировать немножко. Первые атмосферы, ребята, первые две атмосферы, которые накачались, наверное, ну, минуты, до минут за пять, наверное, максимум. Производительность, однако, и растет оно все дальше. В общем, ну, так оно все, в общем, собрано. Баллон даже не прикрученный на место. В общем, там я, наверное, не помню, уже показывал, не показывал, там стоит клапан сброса. Не знаю, даже на сколько он там атмосфер рассчитанный, но, в общем, он стоит. Тем временем давление подходит уже к трем атмосферам. Здесь стоит обычный шаровый кран, штуцер, это выход. Здесь получается вход. Я это не снимал все, потому что, ну, это все немножко растянулось на достаточно долгий срок. Примерно месяц, наверное, вот как я его начал делать, как снял там первые видео. И сейчас вот только я выточил штуцера. Вот тут штуцер выточенный, вот этот. Вот этот штуцер выточенный, самодельный. Этот я нашел, что здесь переходник между краном, чтобы его сюда прикрутить кран. Здесь такая резьба мерзопакостная, вот здесь, вот здесь. И вроде бы вот здесь она, типа, одинаковая. Она непонятного размера, я не совсем понял, что там за размер. Вообще, туда был вкручен конический тройник, по конической резьбе там не совсем, в общем-то, можно адекватно оценить ее диаметр. Вот эта муфта, которую я поставил вот сюда, она заводская, и у нее вот эта резьба, резьбовая часть, которая вкручивается в баллон, она имеет диаметр что-то 16,2 там или 3 десятых, что-то такое. В общем, я очень долго точил, резал на токарном станке резьбу, перетачивал, несколько раз переделывал вот этот штуцер. Ну, как бы этот без проблем, в принципе, сделался. Тут обычная резьба, в общем-то, 1,2 дюйма. А здесь, в общем, пришлось немножко повозиться. Животмонометр, давление подходит к 4 атмосферам. Сколько мы тут разговаривали? 3 минуты. Вот с 2 до 4 атмосфер уже почти поднялось давление. Ну, в общем, качает, качает. Сейчас попробуем выключить. Я тут еще, в общем-то, ну, как бы это пробный. Это вот вообще, вот я отвечаю, это первый запуск. Я тут включил, где-то минуты 3, да даже меньше, наверное, минуты 2, оно накачивало первую атмосферу. Я в это время, пока сходил за камерой, там, пока ставил карту памяти, пока пришел, тут уже 2 атмосферы получилось. В общем, надо здесь еще сделать выключатель. И здесь надо сделать масловловитель, масловлагоотделитель, там, как его, не знаю, назвать. В общем, наверное, его будет привариваться. Он, наверное, будет вот сюда. Такой цилиндр. В нем будет посередине трубка, почти до самого дна. Внутрь набью что-то типа щетка металлическая, вот для чистки раковин, там, для чистки металлической посуды. Набью внутрь туда или просто стружки из-под токарного станка. Набью внутрь. Снизу будет заглушка с отверстием. Там, вварю гайку, наверное, или не знаю, так, нарежу резьбу. Там будет пробка для слива. Посредине этой трубы будет идти маленькая, тонкая трубка. Сверху тоже будет заглушка. В нее эта трубка будет вварена, доходить почти до самого дна. И где-нибудь сверху, сбоку, будет штуцер, как выход. Получается, вот в ту трубку, которая будет посередине, будет заходить шланг от компрессора, вход. И благодаря вот этой сетке, которая будет внутри, все масло и влага, все будет отделяться, оставаться там на дне, скапливаться. А чистый воздух, отфильтрованный, будет через боковой штуцер сверху выходить и идти в ресивер. Потому что сейчас, вот я более чем уверен, там мне масло, наверное, накидало уже. Необходимо будет вот здесь, наверное, распаять, потому что вот через эту трубку в компрессор заливается масло. Здесь распаять, сделать какую-нибудь пробку, ну и, в общем-то, через это отверстие заливать масло в компрессор для того, чтобы он служил мне верно, долго и счастливо. Ну и как бы вот пока я тут разговариваю, 4 атмосферы, как накачал, все держится, ничего нигде не спускается. Здесь латунное кольцо, сверху резинка, снизу резинка, здесь резинка, а здесь уплотнено все. Здесь фум-лента, здесь фум-лента. На этом штуцере фум-ка тоже намотана. Здесь резинка стоит, просто торцом упирается, прижимается, тем самым достигается герметичность. Давайте попробуем открыть кран. Не знаю, что получится из этого. Немножко 0,2 атмосферы сбросил. Ну, в принципе, я думаю... А, ну, тут еще, кстати, тоже не сказал, еще на вход повесил, пока так временно. Шланг и фильтр топливный автомобильный обычный. В принципе, я думаю, тут для моего гаража надо будет купить шланг нормальный, типа с быстросъемом, пистолет продувочный хотя бы для начала. Пульверизатор у меня, допустим, вот если что-то надо будет покрасить, у меня как бы вот пульверизатор есть. У него, правда, бачок такой ушатанный, дырявый весь. Ну, в принципе, пулик. Не знаю, это мне от деда досталось. Не знаю, сколько стоит. Он им много красил. Я им тоже уже и десятку свою красил, и этот скутер красил, и еще вроде что-то красил. Не знаю. Давайте сейчас вот, что там, 3,8 атмосферы. Давайте сейчас попробуем воткнуть его в розетку. Посмотреть, запустится, нет? Запустился, в общем-то, без проблем. Вот вообще у меня есть еще компрессор. Он тоже сделан из точно такого же ресивера, только у него сам компрессор Зиловский. На нем стоит и трехфазный мотор. Так вот, ну, там с напряжением проблема всегда, где, в общем-то, обитает этот компрессор. Там в однофазной сети 200 обычно напряжение, иногда 180. С трехфазной сетью там чуть-чуть получше дела обстоят. Но, тем не менее, допустим, если вот в том компрессоре больше трех атмосфер, он уже не пускается, двигатель без посторонней помощи. Его надо так в штиф подталкивать, ногой подпинывать, чтобы он запустился. Вы сейчас могли видеть несколько фотографий. В общем, это был влагомаслоотделитель. Но по отдельности я его сварил, собрал. Внутрь я все-таки потом запихал не стружку от токарного станка, изначально там внутри стружка была обычная, а потом я туда запихал металлические губки для мытья посуды, и там раковин, унитазов и всего остального. В общем, тестирую собранный влагомаслоотделитель. Там у нас уже почти 5 атмосфер держит, пузырей нет. И это вот сейчас я его первый раз накачиваю, что пузырей нет. Вчера я все аккуратненько выточил. Ну, вы видели на фотографиях, какие были детальки. Все аккуратненько выточил, все сварил, получилось полное говнище. Вот насколько бы сильно я не умел варить, но таких говняных швов, как в этот раз, у меня не получалось раньше никогда. Но раньше все равно, хоть я и не особо хорошо умею варить, все равно же вы получались какие-то более-менее. Но в этот раз шлак бесконечный лезет, постоянно поры, когда надо все заварить герметично, оно все ни хрена не варится. И в общем, варил я очень долго и старательно. Варил, зачищал эти поры, все опять варил, опять зачищал. В общем, в конечном итоге получилось нечто вот такое вот. Тут очень много, тут три шва вокруг наварено, пока все поры убрались, все дыры. Здесь один шов, как-то аккуратно удалось заварить. Ну, в общем, вот 5 атмосфер накачалось. Я тут пока выключил, вообще я его накачивал уже до 6 пузырей, вроде бы нет. Второй вечер я ужимаюсь с ним, вот вроде получилось. Ну, в принципе, я даже больше и не знаю, что тут еще можно показать. Как бы приварил на свое подготовленное место влагомаслоотделитель. Ну, заменить как бы шланги вот эти надо. Знаешь, что-то я вообще хотел изначально трубки медные сюда как-то припаять, сделать. В принципе, как показала практика, вот 6 атмосфер со шлангами накачивается вот с этими шлангами. Шланги достаточно такие толстостенные. Как бы они просто тупо резиновые, они даже, у них никакой армировки внутри даже, ну, как обычно, там бывает проволока, бывают нитки. Тут просто резиновый шланг, но с достаточно толстыми стенками. И, как показала практика, 6 атмосфер, его даже не раздувается, его не рвет. В принципе, я думаю, можно даже его укоротить, либо поставить еще какой-то более прочный шланг. Хотя, как бы для 6 атмосфер, если его хватает, больше я в него накачивать не собираюсь, потому что, согласно руководствам по ремонту и эксплуатации тормозных систем автомобилей ЗИЛ, с которых вот этот ресивер, там указано, что давление в тормозной системе автомобиля ЗИЛ должно быть не более 7,4 кг сил на сантиметр квадратный. Стало быть, более чем 7 атмосфер, наверное, не очень разумно накачивать в этот ресивер. Конечно, у него должен быть запас прочности, я думаю, он где-то около 10 атмосфер, наверное, выдержит, но больше 6 я в него накачивать, что-то как-то испытывать судьбу не собираюсь. В комментариях ВКонтакте я выкладывал фотографии, когда вот это вот все делал, и там писали, что, мол, очень маленькая производительность, очень он долго качает. В принципе, как бы мне с него, я не знаю, красить с него, так тут объем ресивера не совсем удобный для того, чтобы производить окрасочные работы. Продувать карбюраторы, накачивать колеса на тех же скутерах, в принципе, его включил, он громко не орет, чуть-чуть жужжит, тут как бы все равно его слышно, что про него не забудешь. Его включил, пока карбюратор снимаешь, разбираешь его, как бы он накачает 6-7 атмосфер за это время. Ну, давайте сейчас произведем тест, это за сколько он накачает 6 атмосфер. Так, я сейчас включаю компрессор, он начинает качать, но поскольку кран открытый, поскольку вот этот кран открытый, оно сейчас как бы качает, но все сразу выходит через открытый кран. И сейчас я включаю таймер и закрываю кран одновременно. Как бы так. Чуть-чуть не получилось одновременно закрыть, думаю, пойдет. И все, манометр видно, картинка плывет, маленько вибрирует она. Манометр видно, таймер видно. Все, ждем, когда она качает 6 атмосфер. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот. 6 атмосфер. Ну, где-то 11 минут примерно. Конечно, по сравнению с поршневыми компрессорами это долго, но я как бы пока что никуда не тороплюсь. Мне пока торопиться некуда. 11 минут, в принципе, меня это время устраивает. Вот оно, как бы давление 6 атмосфер. Шланги такие. Даже, если честно, они даже продавливают. Как-то я не пойму маленько эти шланги. Они вроде в них как бы тоже. Для тех, кто не совсем понимает, как бы давление 6 атмосфер здесь, в этом шланге, в маслоотделителе давление 6 атмосфер, в этом шланге 6 атмосфер и вот в этой трубке 6 атмосфер. Внутри компрессора, по идее, должен стоять обратный клапан, который не дает, собственно, воздуху через компрессору идти обратно. По-хорошему необходимо поставить обратный клапан вот сюда непосредственно, прямо на вход в ресивер. Кроме того, неплохо было бы, собственно, этот кран заменить на редуктор газовый. Для тех, кто не знает, что такое редуктор, то вот такая вот хрень, только к ней должно еще прикручиваться два манометра. На одном манометре непосредственно давление, которое в ресивере будет показываться, а на другом манометре показывается давление на выходе из этого редуктора. И то есть можно, вращая вот этот вентиль, выставить на выходе давление, к примеру, если в ресивере будет 6 атмосфер и один манометр будет показывать 6 атмосфер, то что в ресивере. А вращая этот вентиль, на втором манометре я могу выставить давление, например, 2 атмосферы и это давление в 2 атмосферы будет постоянно поддерживаться стабильным, пока давление в самом ресивере ниже 2 атмосфер не упадет. то есть как бы можно бы поставить вот такую штуку но как бы подходящие нету это ацетиленовый у него максимальное выходное давление маленькое не такое какое мне нужно в принципе больше даже как бы не знаю что показывать дальше это тут уже вариации на тему шланги редуктор выключатель необходимо еще все так же сделать выключатель наверное делать все таки наверное куплю с регулятором давления то есть чтобы он допустим до 6 атмосфер накачает сам выключился давление упал до 4 атмосфер к примеру там или до трех там или до скольки надо он опять автоматически сам включится то есть неплохо было бы такую штуку поставить все это дальше как бы уже на усмотрение вот она как бы общая конструкция и тут ее можно допиливать бесконечно ну а на этом на сегодня все с вами был вилли софрван надеюсь кто-нибудь что-то интересное для себя почерпнет из этого видео всем пока